Французский язык разбиваю на две части, так как много материала по нему. Один из классических языков. Но так же, как в случае с немецким языком, я хочу заметить, что вот эти клипы, они не для изучения, они теоретические. То есть, вот эта вся теоретическая информация, она, возможно, для изучения даже не нужна. А для изучения очень много на ютубе прекрасных совершенно серий людей, которые хорошо владеют языком практически, и к ним я и отсылаю. Это, значит, курс романских, и я, получается, перехожу к галлороманской подгруппе. То есть, италороманская была уже рассмотрена. Галлороманская подгруппа довольно сильно отличается от всех романских. И, в принципе, вот сейчас буду как раз характеризовать ее определенные особенности. Сам по себе французский весьма актуален для изучения. То есть, в принципе, максимальный охват, то есть, допустим, все страны, в которых французский имеет официальный статус. Это примерно 400 миллионов человек. То есть, это значительная часть населения Земли. С родным французским около 100 миллионов человек оценивают, ну, пол России. И около 60 миллионов человек, они владеют французским как вторым языком. Это значит, что я, получается, примерно в эти 60 миллионов вхожу. Но степень владения может быть разная. То, что в Африке может быть низкая, но они считают, что знают французский. В связи с чем это было? Естественно, в связи с тем, что Франция была одной из мировых держав длительное время. В 18-19 веках французский претендовал на статус международного языка, о чем, возможно, еще поговорим. На нем понаписано очень много текстов, в том числе весьма значимых для культуры. Честно говоря, французский язык это только северо-французский. То есть, вот даже на самой Франции, в самой Франции, все еще сохранились региональные языки. Но благодаря, в кавычках, языковой политике Франция, которая тоже чуть позже будет, они практически уничтожены. То есть, в принципе, исторически там весь юг Франции это окситанский язык, гасконский язык и провансальский язык. Там три языка, которые совсем не походят на вот этот северо-французский, который как бы французский по умолчанию. Но поскольку они уничтожались, на самом деле южно-французские языки сейчас в плохом состоянии. То есть, в массе своей населения их не знает. И тут языковые движения по возрождению, о чем будет подробно в клипах про эти языки. В самой Франции двуязычие сохраняется в германских регионах, потому что там поддерживает германский литературный язык это все дело. А именно в Альзасе и Лотаринге, как правило, на двух языках они говорят. На французском и на языке близком к немецкому. То есть, нижне-алеманский, там и пфальский на самом деле языки. Но они также знают обычно литературный немецкий. И, ну, собственно, вот Германия, она поддерживает у них эту языковую норму. Потому что, ну, телепередачи, радио, там книги из Германии идут и они помнят язык. Как уже говорил, корсиканский язык даже Франции не удалось уничтожить. И корсиканский язык на острове Корсика совершенно сохраняется, несмотря на влияние французского. Также в самой Франции имеются каталонцы, баски. Носители окситанского, провансальского и так далее от двух до восьми миллионов человек, но они в разной степени знают. Потом, значит, про это убили бретонский язык. Бретонский язык, кельтский язык местный. Небольшое количество сельских жителей, они его понимают хотя бы в Бретонии. И вот благодаря все той же языковой политике Франции на уничтожение всего, что не французский. Рядом с Францией говорят во франкоязычной части Бельгии, на французском. Франкоязычная часть Швейцарии у нас имеется, как известно. Ну и по мелочи там всякие там окружающие Францию небольшие территории тоже есть франкоязычные. Крупный франкоязычный регион это Канада в Америке, безусловно. 28% населения, 7 миллионов франкофонов. И для них это важно. Сколько я их в интернете не встречал, они с удовольствием переходят на французский. И как бы они держатся за свою эту франкофонию, любят про это в принципе обсуждать. В Квебек, естественно, 83% франкофонов хорошо держится. Ну и многочисленные окружающие территории. На самом деле в США, часть территории США захвачена в свое время у Канады. И там есть традиционные французские зоны, но там из-за давления английского практически язык утрачен. Старшее поколение более-менее знает. Также штат Лузиана был в свое время куплен у Франции довольно давно, в 19 веке. И там французский практически уничтожен, но традиционные носители тоже в Лузиане в какой-то степени остались. В тяжелом положении в США, потому что с английским языком трудно конкурировать, даже французскому. Потому что английский международный, достаточно простой, хорошо употребим. Знают его все в Америке и так далее. И он легко вытянет там французский. Ну, также, короче, можно упомянуть всяческие колонии Франции в Карибском бассейне, вкратце. И Африка. В Африке были колонии французские. И в связи с неразвитостью местных языков они образование там получали сплошь и рядом на французском. Сейчас там, в принципе, в Черной Африке считается, что 134 миллиона франкофонов, то есть 134 миллиона владеющих языком африканцев, и около 20 миллионов акказициональных франкофонов, то есть иногда используют французский. Ну, в общем, примерно, наверное, можно ситуацию сравнить с нашим Узбекистаном и Таджикистаном, то есть образованные таджики и узбеки, как правило, знают русский в той или иной степени. Ну, вот в той или иной, то есть приходилось мне работать с неграми Африки в порядочных количествах, да, когда они на каких языках не понимают, они, как правило, переходят рано или поздно на французский. Французский они, по крайней мере, понимают, но то, что они по-французски говорят, совсем не походит на нормальный французский. Ну, то есть вот примерно, как у нас, да, вот в Узбеке, допустим, они по-русски, как правило, понимают, но говорить могут с ошибками. И вот примерно та же ситуация для образованных жителей какого-нибудь Сенегала характерного или там берега Слоновой Кости. Необразованные жители этих регионов, естественно, французским не владеют или владеют очень плохо. Ну, и, в общем, на самом деле, это колонии Франции в какой-то степени сохраняются, то есть присутствие Франции на этих территориях сохраняется. Несмотря на то, что они их, вроде как, освободили. Ну, в общем, тут сходная со Средней Азией ситуация в отношении русского языка. Ну, по мелочи, значит, Индийский океан, там какие-то острова, океане, не будем их брать. Какие-то острова там были у Франции, там остался французский. Сам по себе этот Северо-Французский имеет, естественно, свои диалекты. В особенности там отличаются нормандские, вот эти северные, пекарские, волонские и так далее. Но они их мощно довольно уничтожали и никакой практической традиции на этих диалектах сейчас нет. В отличие от итальянской группы, да. То есть говорить о северной этой французской группе невозможно. Скорее они сейчас выглядят как региональные разновидности. То есть есть некоторые особенности в отдельных регионах, но они не мешают. Франция проводила всегда политику уничтожения всех региональных разновидностей, всех языков, которые на ее территории, кроме французского, и жесткой регламентации французского языка. Вот эту политику копирует совершенно русская империя. Видимо, у Франции научились. Причем копирует русская империя во всех ее видах. И в православной романовской империи, и советской империи, и путинской империи. Она занимается тем, что уничтожает любые вообще разновидности, даже региональные русского языка. Жестко его нормирует и требует, чтобы все, даже за границей, те, которые говорят по-русски, всегда жестко соблюдали нормы, которые приняты Академией. Примерно аналогичная политика во Франции, но с 50-х годов прошлого века произошла определенная демократизация этой политики. В 51-м году был принят закон Дексона, в котором разрешили местные языки. В качестве местных языков во Франции разрешили окситанский, бретонский, баски, каталанский, корсиканский. Это позволило хотя бы иногда преподавать их в школах. Но на самом деле не помогло ни бретонскому, который практически вымер. Баски, каталанский держатся за счет того, что поддерживают рядом там Баскония и Каталания. Про корсиканский расскажу отдельно, там много энтузиастов его возрождения, но путем не возродили. Корсиканцы просто вообще на все забили их, хоть включая систему образования, хоть не включая, они все равно на этом корсиканском говорят. И там просто вот Франция, даже Франция ничего не смогла. Там даже Россия завоюет курсы кое-то, но она ничего не внедрит. Значит, вот такая ситуация во Франции. То есть там один государственный язык французский, но допустимо, вот эти местные языки допустимы, допустим, их преподавание в школе, вывески на них можно делать и так далее. Местные региональные языки. И то недавно. Недавно разрешили, раньше нельзя было вообще. Французский имеет статус государства, второго государственного в Бельгии и Швейцарии. В Швейцарии четыре общегосударственных языка. В Канаде официальная провинция Квебек официально франкоязычная, два государственных языка в Канаде. Ну и во всяких мелких, значит, колониях, естественно. А в Африке, как правило, местные языки не развиты и практически везде официальным языком в бывших колониях Франции является французский. В мелких странах, таких как Бурунди и Руанда, явно маленьких, там также и местный язык является официальным. Как правило, освобожденные бывшие колонии Франции, там много языков в этой колонии. Они не могут один какой-то объявить государственным. И, как правило, там французский продолжает оставаться государственным, а местные языки еле живые. Но за исключением Мали, в котором есть язык Бамана, и Центральная Африканская Республика, язык Санга, там тоже государственный. Также те французские колонии, в которых есть арабское население, все-таки имеют вторым языком арабский, что он достаточно тоже квалифицирован. Ну, когда-нибудь дойду, может быть, до африканских языков и подробно про всю эту ситуацию расскажу. Их много, они плохо квалифицированы, и там действительно государство проще, даже государству независимому, все-таки проще в качестве лингвы франки иметь французский. Потому что по-французски можно сразу образование дать, а пока там на язык фульбе учебники переведешь, просто денег нету столько у Сенегала, чтобы на все африканские языки Сенегала выпустить учебную литературу проще французскому научить, тем более и так знают. Ну, вот такая ситуация. Норма французского с 16 века кодифицируется, это рано в Европе, практически вот польский, французский, немецкий, это древнейшие кодифицированные языки Европы, и Франция, она в этом плане много поработала. То есть норма, как бы, и вообще французская лингвистика в значительной степени являются стандартом для всех прочих лингвистик. Но в то же время, с самого начала 16 века они отличались жесткими нормами и высоким пуризмом. Пуризмом это значит, что они не любили заимствование. Сейчас пошли заимствования, они бурно обсуждают, что с этим делать, из английского естественно. Это сейчас текущая проблема французского языка, что вот эта привычка к тому, что заимствование мы во французский не берем, она сейчас ломается, и они обсуждают, что теперь будет. Так про централизованную их языковую политику уже говорил. Но они легко брали из латыни, потому что латынь, в принципе, тоже типа старый французский, да, ну то есть они тоже язык романский. Они брали, в принципе, заимствование из латыни, если им не хватало во французском. Но они их адаптировали к французскому сильно. Латинский алфавит, вот, собственно, французский алфавит пошел. Но сложное правописание, значит, в принципе, там 36 фонем, что примерно сравнимо с обычным европейским языком. На 36 фонем 133 графических единицы, имеются в виду все буквы, буквы со значками над ними, сочетание всяческих букв и так далее. То есть сложная, на самом деле, орфография, в какой-то степени она отражает произношение 16 века, когда язык идентифицирован, он тоже не совсем, потому что и в 16 веке они применяли всяческие сочетания там звуков, и по несколько сочетаний на один звук, и это было и с самого начала. Не буду тут обучать французской орфографии, просто вот эту вот зафиксируем, что она не фонетическая. Частично орфография отражает грамматика, которая утеряна, то есть на концах слов утеряны всяческие звуки, но на орфографии они сохраняются, что позволяет различать отдельные слова, которые не различаются устно, различать отдельные грамматические формы, которые тоже не различаются. Есть заведомо непровозносимая фонема H, которую держат для совместимости с латыней. Периодизация языка. Старо-французский язык довольно сильно отличается, и про него отдельный клип будет. Старо-французский язык считался, что был с 9 по 13 век. Средне-французский период переходный, примерно с 16 или с 17 века, это вот этот новый французский, о котором сейчас идет речь, которую кодифицировали они примерно в 16 веке. Современный период считается 19-20 век. Романизирована Галлия, начиная с походов Юлии Цезаря, и к концу 5 века уже полностью была романизирована, то есть перешли на народную латынь. Пожалуй, не буду я историю, потому что в старо-французском, я уже скажу, какой промежуточный был период. Грамматики 16 века уже, в принципе, фиксируют язык, очень похожий на современный. Это у нас грамматики Дебуа 1532 год, Мегре 1550, Этьена 1551, первые словари были латинско-французские, это словари Этьена 1531, 1539 год, это французско-латинские словари. И вообще с 1530 года у них пошло вот это языковое движение. Писали кучу трактатов, требовали, чтобы язык был во всех сферах, до того употреблялась латынь в большинстве сфер, в значительной степени понятная, поскольку язык тоже романский. В 1534 году учредили как раз французскую академию, и дальше она жестко нормировала язык, и жестко проводила политику на вытеснение всех других языков романских во Франции, в особенности южно-французских. Передовая была всегда там у них филологическая традиция, тем не менее, грамматика по рояле 17 век, позднее структуралисты во многом тоже на французском языке, как на такой норме ориентировались. С 18 века был международным, но статус международного облегчался тем, что предыдущий международный был латынь, и французский походит на латынь, то есть примерно в 18-19 век французский играл роль международного, в этом веке вытесняет английский, но английский имеет массу французских заимствований и продолжает их иметь, то есть вот эту преемственность с латынью на самом деле они сохраняли, французский сам по себе от латыни происходит, а английский имеет там чуть ли не полуязыка романских заимствований, примерно. Субстрат кельский, что сильно повлияло как на сокращение слов, так и на развитие всяких «ю», «э», вот это кельтские, у них многочисленные все вот эти гласные звуки у французских. В французском следствия кельтского влияния. Образованные всякие со времен Ренессанса обратную латинизацию постоянно проводили, то есть латинский влиял постоянно на французский, потому что они, пытаясь построить вот этот современный полноценный язык, они заимствование из латыни постоянно вставляли. И современные тенденции, естественно, английское влияние, понятно. 36 единиц хорошо описано, 16 гласных, 20 согласных, то есть примерно поровну, вот они 16 гласных. Вот эта системка является эталонной для европейского структурализма, потому что здесь много различий, признаков, по которым они отличаются, и практически все ячейки этой таблицы заполнены. То есть все противопоставлено одно другому, и можно исследовать признаки, как они определяют фонемы в языке и так далее, теоретизировать по этому поводу. Ну, то есть основные противопоставления подъем там широко отличаются, закрытость-открытость, носовой-неносовой, огубленный-неогубленный, передний-задний ряд. Никакого, тем не менее, сингармонизма нет, хотя четко есть противопоставления переднего и заднего ряда. Тем не менее, сходных с тюркскими явлений нет во французском. Сейчас основная тенденция к утрате вот это, то есть вот эти вот 16 гласных постепенно утрачиваются и сливаются, потому что слишком сложная система для носителей. Согласные довольно простые. Тут утрачены всяческие мягкие. В народной латыни были явления смягчения. В принципе, из мягких остался «ня» мягкое. В большинстве других романских в какой-то степени мягкие или африкаты сохранились. То есть во французском утрачены и мягкие, и те африкаты, которые из них получились, перешли в щелевые. Основные отличия их, а заднеязычные, это понятно. Из английского заднеязычное, а последнее время проникает тоже во французский. Вот они, сочетание с латынью гласных. И основная тенденция это выпадение всего на свете. Выпадение безударных, выпадение конечных. И дифтонгизация под ударением. Из-за выпадения всего конечного, естественно, страдает грамматика, потому что она в индоевропейских словах на конце. В результате, потом в грамматике, будем говорить, что все практически деградировало. Гораздо в большей степени, чем в испанском и итальянском, в которых, по крайней мере, конец слова четко читают. И поэтому грамматические формы в какой-то степени сохраняются. По сравнению с латынью, а во французском в основном утрачиваются. В области согласных я таблицу не пишу, потому что она сходная. Выпадают на конце все, что можно. В результате латинские слова в 2-3 раза зачастую сокращаются. То есть, остается какой-нибудь жу, ша и так далее от длинного латинского слова. Также между гласными тоже согласные постоянно выпадают во французском. Африкаты переходят, как уже говорил, в спиранты. И многочисленные группы согласных тоже упрощаются. Ударение тоже полностью упростилось и падает на последний слог ритмической группы. Ритмическая группа важнейшее понятие для французской фонетики. То есть, там единица является не слово, а является сочетание 3-7 слогов. То есть, слово с окружающими его местоимениями, иногда с прилагательными и так далее. То есть, есть сложные правила, по которым определяют ритмическую группу, которую мы рассматривать не будем. Это приводит к тому, что проблема границ слова актуальна для французской лингвистики и на разных этапах развития лингвистики обсуждалась постоянно. Позиционно-гласные могут быть и долгими, но это не фонема. То есть, за счет этого не различаются слова. Ранее это было значимо, почему-то. Есть знаки в орфографии, обозначающие принудительную долготу. Сейчас фономатичность этого утрачена. Окситональность, возрастание интенсивности слога от начала к концу. То есть, во французском всегда к концу слога все более интенсивно. И к концу все ритмические группы как раз ударение. Так, все. Что определенный вот этот темп произношения французского, собственно, и задает, хорошо нам известный. Так, пожалуй, про Эмюэ надобно. Основные явления, связанные с ритмическими группами. Это, во-первых, то, что конечные согласные ритмической группы отпадают перед паузой. Эмюэ и льезон. Эмюэ, значит, фонема Э такая. Она может как произноситься, так и не произноситься. Причем это зависит от разных факторов. В принципе, это зависит от стиля речи. То есть, в поэзии, как правило, Эмюэ произносят. Там, ПТТ, допустим, вот так. То есть, вот ПТИ будет нормальным французским. А в поэзии будет что-то типа ПТТ произносить. В разговорном речи больше Эмюэ проглатывают, чем в среднем нейтральном стиле. Ну, принцип какой, что в группах согласных Эмюэ сохраняется два согласных, потом Эмюэ, потом третий. Вот в этих случаях оно появляется. В остальных случаях оно в основном пропадает в ритмической группе. Это очень грубо, есть много всяких там других мелких правил. Просто основной принцип, по которому Эмюэ. Ну, вот примеры, собственно. То есть, вот это вот все, это, короче, одна ритмическая группа, допустим, все предложение. В котором, вот в тех случаях, где 0 проставлено, выпадает Эмэ, вот это. Не произносится. Чтобы были вот эти вот сочетания. Два согласных, гласный, согласный. Вот. Такой основной принцип у них. Этого всего. Льезон, это связь. Имеется в виду, что на конце слова отпадают практически, ну, многие согласные. Вот, собственно, списочек. Но они появляются, если после них есть гласные в потоке речи. И вот, собственно, примеры со всеми этими фонетическими выкладками. Поскольку эти часто, это явление очень частое, оно затрудняет восприятие французской речи на слух. Потому что произносится далеко не так, как пишется. И произношение зависит от того, какие после слова идут другие слова. То есть нужно хватать там не только каждое отдельное слово, как обычно, да. Нужно всю эту, всю группу схватить и понять, как они ее раскладывают. И почему они так произносят. А ей это надо делать автоматически, чтобы понять на слух. И таким образом до тебя не затрудняют. Это общая схема, потому что еще куча всяких тоже правил по поводу льезона. Там после определенных, допустим, слов он обязательный. После некоторых слов он не обязательный. В определенных условиях он, допустим, если это показатель множественного числа в составных словах, то он не вступает и так далее. То есть это общая модель, по которой еще куча всяких исключений, как положено во всех языках, в особенности во французском. Так, и пожалуй, пожалуй, все. Грамматика будет в следующем клипе. Итак, 25 минут наговорил на фонетику.